Привет товарищи маньяки, сегодня в сборе вся команда, Володя, Саня, Андрюха и Саня вот этот вот, но этого вы не знаете, подписчик Вовен я, ну что вам сказать ребята, сегодня мы на Десногорском водохранилище, не знаю что у нас сегодня получится, с рыбалкой тут говорят как всегда очень все плохо, уровень воды сумасшедший, да, лодок никого, одни мы, поедем посмотрим, в процессе будем что-нибудь показывать надеюсь, если будет что пока рыба ушла на дальний кордон, Вова на новом моторе счастливый, новый жилет, первой жизни мне жилет за сколько я рыбачу 6 лет мне все писали, Володя, приобрети жилет, приобрел, специально функциональный, не какой-нибудь отмазка за домка новая, да, ну это я потом уже у меня на канале вам все расскажу, ссылку на канал Володя оставлю, мы же его подписчики немножко продвинем, погнали, все погнали, доехали мы до первой точки, пытаемся ловить на 9-ти метровом поле с корягами, Андрюхе сегодня крэзи фиш ориона до 28 грамм выдал, чтобы он заразился и побежал в магазин завтра, а там буду ловить на крэзи фиш версус, тоже до 28 грамм, все как обычно, ничего нового, дождик он моросит, камеру устанешь протирать, начинаем ловить, начнем с зеленой резинки, 4,5 дюйма, не помню чья, или кейтэч, или бат, кто-то из них, переставились уже два раза, у Андрюхи были какие-то поклевки, но он к спиннингу еще не привык, возможно, говорит, это клевали эти рыбопалтус, у меня ничего подобного не было, в охолоте присутствует очень-очень-очень много коряг, больших, толстых и зацепучих, и среди них одиночные какие-то рыбки имеются, немногочисленные, ну, есть ли среди них судак, нам не понять, потому что этот гад может сидеть под коряжкой, не высовываться, мы его и не увидим, а видим мы только какую-нибудь плотву или подлещика, а коряг тут полно, зачем ему на открытом месте стоять, когда можно сидеть под корягой, и из нее потом выскакивать и хватать, хватать это я, конечно, размекитался, ну, пока с нулем, дядя Андрей поймал первую рыбку, ура, мелкий окунек, или как он клюнул, понимаешь, вот такую окунь, а уже и убежал, как он клюнул на такую поролонину, Петерцовская, да, ну ладно, Андрюха, почему такие маленькие окуни, но он реально маленький, это я у Петерцова спрашиваю, почему на его поролон такие маленькие окуни, мы ждали больших, дядя Андрей окуня толстого, наверное, поймал, толстый, о, это судак, это супер судак, ну, вторая рыбка за сегодня, сменили мы положение, отъехали мы километра на два, наверное, с того поля, полностью решили поменять место, там что-то было глухо, но здесь не лучше, мелкий, ну, клюет, клюет хоть, выкидывай, не мучай, ерша, ну, какой шустрый ерш, когда они вырастут, я уже жду, жду их, они в том году такие были, в этом году такие же, ладно, сейчас еще пару забросов здесь, да поедем дальше искать, Андрей на поролонке сегодня ловит, а я на резинке, у него как-то живей на поролонке, но я специально ловлю на резинке, мы всегда так делаем, что один на поролон, другой на резинке, один, например, на рачков, другой на виброхвост, и вот когда действительно будет заметно, что на что-то клюет лучше, тогда обои начинаем ловить на одинаковые приманки, пока что на то, что на то, две мелких рыбки это, как говорится, не показатель, ну, я сейчас все равно сменю, поролон поставлю, а то что-то Андрюха там кричит, у него опять поклевка, у меня он окунь теребнул, неужели еще дальше надо отъехать, а не тут на глубине, не надо, не надо, не там, понял, сейчас мы попробуем вот такую шабалинскую поролоночку поставить, ну, и 20 рамиков, думаю, хватит, там 8 метров, вот такая вот красотулька, утонула, начинаем ловить, нет, 20 рам как-то вяло, надо все-таки, наверное, 22 или 24, вот, была поклевка, не знаю, кто это, или совсем мелкий судачок, или окунь, не, ну, наверное, мелкий судачок, окунь бы делал бы, трин-рин-рин, это так дыньк, это эти ехши, окунь перебит подлодкой до подлодкой окунь перебил о фига себе прям подлодкой они тут оооо на на камеру даже видно как он теряпкал будет в отвес мратлин в отвес надо дать это мелкий большой был вдарил бы и сел такой не тощий говорю он день call так неплохо так он день кает ну лениво желтый поролоний цветной 18 граммов ее догонять стал понимаешь я просто 22 стояла он от нее это уходил этому берем сашки давай сашки берем окуня за нашей лодки идет и под ней прячется судакой отсюда причем он придавил он даже не кусал мелкий а я оторвал вкусную поролонку этого выкидывай скидок вот он прямо сейчас я привяжу что-нибудь модное хана им сейчас вот на такую поролонку они полюбасу клюнут и сегодня еще никого не поймал вообще так сегодня я какой-то сегодня сам вялый я в 12 проснулся не спал нифига сейчас даже что на камеру сказать ничего в голову не идет у меня сегодня не стоит дядя вова нарисовался он чет на камеру рассказывает так увлеченно и этот наши окунишки судачишки сегодня еще ни одной рыбы не поймал а от андрей сколько уже 34 просто ну ладно мы тебя догоним еще мы тебя по массе перебьем если не по количеству то по массе но я кого-то поймал пошел это же надо да да ты гасит это судак был нифига себе в него на поролонке видели пока ее диранули жестоко ладно она еще живая дядя андрей корягу поймал есть шанс его догнать так наконец-то я поймал первую рыбку это окунь нет мелкий судачок это скидыш судачок съел белорусскую резинку от канала фишинг тудей ребята мне присылали вот такой вот малыш первая рыбка на сегодня сейчас андрюху надо догонять вот такая вот кракозябра сейчас покажу катушечку открыть ну кто давно подписан на канал эту кракозябру знают и канал фишинг тудей тоже я думаю многие из вас знают вот они сами делают такие вот кракозябры их позапрошлый год ели все кому не лень вот просто взаглот тот год что-то такой был не очень как-то ели их а в этом году я про них забыл а тут вот вспомнил надел несколько штучек вчера и вот судачишка зажувал уже сто пятьдесят восьмое место меняем и 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 обычно и кто крюнет переехали мы еще 74 раза для того чтобы поймать вот этого супер окуня на вику вот такое место коряк не очень много тут у конечно поэтому можно покидать ратлины и это наверное будет уже последняя . перед домом тут еще чуть-чуть подвигаемся тут коса такая ничего хорошего тут десногорске не происходит как было глухо так и осталось что-то дядя андрей ждешь лови быстрее толстую толстую щуку или там кого судака и окуня от поближе туда подойти на выбросе клюнуло нападение прям на первой подмотки наш когда падала чувствую что так не так падает раз подмотал подвис этот мелочь поближе туда подойти того есть есть и здесь они есть все нормально все работает мелкий сами не будем таких брать через брать таких у них есть нечего 100 граммовик жрут викингсона йоки вика кто не знает 75 с нигде нет ссылки нет продажи нет так мужики время 2 часа прошла очередная наша не очень удачная рыбалка десногорск не радует вообще в этом году как не приедем одно и то же ладно не будем плакаться пообщались потусовались рыбу какую-то видели приманки покидали спиннинг подержали все такая у нас сейчас рыбалка что же делаешь андрюха он пахал сколько там месяц со мной опять не был две недели а две недели пахал все мечтал на рыбалку поехать сколько там сегодня поймал 4 4 лыбки а я тли нет тут два там один того короче 7 рыбок на двоих не знаем что там у дяди вовы короче ссылочку на его видосик оставлю под видео но делать он конечно будет видос дольше меня поэтому ссылочка будет просто на его канал там потом увидите рыбу он ловить скорее всего будет часов там пока не стемнеет часов до 6 точно может еще чего-нибудь и наловит кто его знает всем пока читайте описание под видео там все интересное а а